Китайский технологический гигант Xiaomi представил свой первый автомобиль, электрический седан Xiaomi SU-7. Название SU – это аббревиатура от Speed Ultra. Линейка имеет два варианта – двухмоторный полноприводный SU-7 Max и одномоторный заднеприводный SU-7. К тому же генеральный директор Xiaomi Leitzun охарактеризовал эту новую модель как оснащенную технологией суперэлектрического двигателя, которая способна разгоняться быстрее автомобилей Tesla и Porsche. Компания стремится войти в пятерку ведущих автопроизводителей мира в течение 15-20 лет. Для реализации этого проекта Xiaomi наняла таланты по автомобильной индустрии. Ранее работавший над концептами BMW серии AX и Vision, Тиньюань Ли предложил себя команде автодизайнеров Xiaomi. К Ли также присоединился Джеймс Цу, ранее работавший над дизайном Mercedes-Benz Vision EQXX. Позже они наняли Криса Бенгла, ветерана BMW, на должность консультанта по дизайну. Мощность для SU-7 поступает от электродвигателей собственной разработки Xiaomi, названных в честь двигателей внутреннего сгорания V6, V6S и V8S. Базовая версия SU-7 оснащена мотором с индексом V6 на 299 л.с. и 400 Нм тяги на задней оси. Его планируется использовать исключительно с 400-вольтовой электрической архитектурой. Он разгоняет электромобиль снаряженной массой 1980 кг до сотни за 5,28 секунд. Максимальная скорость – 210 км в час. Под полом салона установлена литий-железо, фосфатная тяговая батарея емкостью 73,6 кВт-часа. Запас хода – 668 км по циклу CLTC. У полноприводной версии Xiaomi SU-7 Max такой электромотор V6 расположен уже на передней оси, а сзади установлен 800-вольтовый двигатель V6S на 374 л.с. 500 Нм. Вместе они выдают 673 л.с. и 838 Нм. Крутящего момента, которые обеспечивают седану массой 225 кг разгон до 100 км в час за 2,78 секунды. Максимальная скорость – 265 км в час. Тяговая батарея уже литий-ионная, емкостью 101 кВт-часа от CATL, поэтому паспортный запас хода до 800 км по китайскому циклу. И самый мощный V8, или так называемый гипердвигатель, который должен выйти в 2025 году, будет производить до 670 л.с. и 635 Нм, работающий на 800-вольтовой архитектуре. Генеральный директор компании заявил, что во время тестирования обороты двигателя достигали 35 тысяч в минуту. Электрокар отличается обтекаемым дизайном с вытянутым силуэтом, аркообразной крышей, крупными каплевидными фарами с адаптивной конструкцией ADB с четырьмя линзами и 12-пиксельной матрицей, автоматически изменяющими уровень свечения в зависимости от освещенности. Сверхширокоугольное освещение на 160 градусов, по 80 градусов с каждой стороны, обеспечивает четкую видимость дороги. В поворотах автоматически активируются вспомогательные фонари. Положительно сказались на аэродинамике и полускрытые дверные ручки. Еще один плюс такой конструкции – исключение замерзания в холодную погоду. Седан не только выглядит стремительно, но и отличается продуманной аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления очень низкий – всего 0,195. Это делает его одним из самых аэродинамически эффективных серийных автомобилей. Есть три варианта цвета – фирменный акваголубой, серый или оливково-зеленый. Салон будет в трех цветах – черным, серым и красным. В салоне предусмотренный виртуальный щиток приборов на 7,1 дюйма. В центре большой 16,1-дюймовый тачскрин. Имеет разрешение 3К и проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. У задних пассажиров есть съемные планшеты Xiaomi. Все работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8295 и операционной системе HyperOS с адаптированным интерфейсом. Необычным по современным меркам выглядит обилие физических кнопок и рукояток под экраном и на центральном тоннеле. В стандартной комплектации – классическое рулевое колесо, спортивное сидение, аудиосистема Dolby и динамическое круговое освещение. Над головами пассажиров – стеклянная крыша площадью 5,5 квадратных метра. Генеральный директор подчеркнул, что в салоне много места для ног, а объем багажника – 517 литров сзади и 105 литров спереди. Частью платформы Modena стал и Автопилот. Фирменный комплекс Xiaomi включает 1 лидар, 11 камер, 3-мм радара и 12 ультразвуковых датчиков. Он работает на двух чипах NVIDIA Orin с вычислительной мощностью до 508 ТОПС – триллионов операций в секунду. При длине 4997 мм, ширине 1963 и высоте 1440 новый седан на 34 мм длиннее. На 3 мм уже и на 44 мм выше, чем Porsche Taycan, а колесная база на 100 мм длиннее, чем у его немецкого конкурента. 3000 мм. В компании параметры седана называют золотым сечением, обеспечившим ему столь завидную аэродинамику. Старт продаж Xiaomi SU7 ожидается через несколько месяцев. Цена пока не объявлена. Директор компании сказал, что стоимость действительно будет немного высокой, но такой, которую все сочтут оправданной. Также заявили, что модель поступит в продажу по всему миру после запуска в Китае. Компания пообещала инвестировать 10 млрд долларов в автопроизводство в течение следующих 10 лет и стремится стать одним из пятерки лучших производителей автомобилей в мире. Мы благодарим всех подписчиков и зрителей нашего канала. Если вам было интересно это видео, оцените его, поставив лайк и оставив комментарии. А также не забудьте подписаться, если еще не подписались. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...